Демократический выбор Казахстана 6 июня выходит на митинги по всей стране. Наша цель – организовать протесты, чтобы народ мог высказаться о самых насущных проблемах, озвучить требования к режиму, объединиться и стать силой, которая заставит власть выполнять волю народа. Активисты! Да, активисты! Известно, что митинг 6 июня объявила группа Жанбалата Мамая, которая позиционирует себя как партия ДПК. Этот проект создан в пику демократическому выбору Казахстана. Основная цель ДПК – поддержка действующего режима. Через ручные партии и псевдолидеров оппозиции режим дезориентирует народ, формирует ложные цели и контролирует протесты. Мы не позволим накалы гнев народа, который устал от произвола режима незаконных карантинных мер, увести в сторону. Как власть встроилась и организовала так называемый ДПК, Притом активисты Талгатаян Батрау находятся под пробационным контролем, он вышел условно досрочно. Сам Мамай под пробационным контролем. И Сентаев Уральский тоже под пробационным контролем. Где вы видели, чтобы люди, находящиеся под пробационным контролем, могли создавать политические партии, заниматься агитацией и говорить, что организуют съезд, говорить, что мы сметем эту власть и все прочее? Этого власть никому не позволяла и не позволит. Они сразу людей закатывают в тюрьму. ДПК разоблачал действия режима против населения. Мы единственные, кто высказался о незаконности карантина, о том, что режим не имеет права применять массовые ограничения без введения чрезвычайного положения. Но ЧП обязывает власть платить населению минимальную заработную плату. Чтобы переложить груз ответственности на народ, власть сняла режим ЧП и заставила выполнять свои обязательства перед предпринимателями, которые понесли колоссальные убытки во время карантина. Цены на нефть плохие. Валюты, значит, в страну приходят меньше. И значит, у нас экономика не улучшилась. Предприятия стояли, потому что люди не выходили на работу. Был карантин. И я озвучивал, что налоговые поступления по доходу, ну, КПН, так называемый, корпоративный налог на прибыль уменьшились более чем на 90%. Мы выходим на этот митинг, чтобы потребовать от властей заплатить населению по 50 тысяч тенге каждому, включая младенцев, за несколько месяцев, в течение которых они вынужденно остались без дохода. Мы будем требовать остановить преследование активистов по политическим мотивам. Мы однозначно против решения Есильского суда о признании ДВК и КОЩЕ Партиясы экстремистскими организациями. Мы потребуем свободы для политзаключенных. Но главной целью наших протестов остается смена режима Назарбаева и построение парламентской республики без должности президента. Чтобы народ выбирал свою власть, контролировал, выбирал акимов областей, городов, районов, населенных пунктов, чтобы правительство выбирал парламент, а парламент выбирали граждане страны, чтобы мы действительно управляли страной, а не так, как сейчас происходит, когда власть находится в руках до султана Назарбаева. Таких целей не ставит провластная партия ДПК, как и все другие, кто играет на стороне власти. ДПК обманывает народ. Заявляя митинг на всю страну, они дали всего 9 адресов. В остальных городах ничего не организовывается, потому что Мамайо это не нужно. Он выходит на митинг за амнистию кредитов, за сохранение земли, за свободу политических заключенных. Все эти программы украдены у ДВК, только мы выходим против воров и коррупционеров, которые довели народ до нищеты, против незаконных мер во время и после карантина, против пыток, против преследований активистов, против судов, которые делают из нас экстремистов. Судом деятельность ДВК признана экстремистской и запрещена на всей территории Республики Казахстан. Нам не нужны разрешения властей, чтобы выйти на митинги по всей стране. Мы выходим в 21 городе Казахстана, пользуясь своим конституционным правом на мирные собрания и свободу слова. Неотъемлемым правом народа является желание смены власти. Каждый народ обязан менять власть, которая ведет предательскую политику, убивает мирных граждан, ворует и грабит население. Мы в ответе за будущее наших детей, нашей земли, за нашу безопасность и благополучие. 6 июня в 11 часов Казахстан выходит на общенациональный митинг. Это будет народный протест, а не митинг власти. Я призываю выйти на митинг с экономическими требованиями, а затем и с политическими. Алга, Казахстан! 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 Редактор субтитров А.Семкин